Пользу от солнечных батарей и ветрогенераторов ощутили на деле актюбинские животноводы. В Мартугском районе за счет дорожной карты бизнеса 2020 фермерам приобрели оборудование стоимостью в 3 миллиона тенге. Кроме того, на развитие сельского хозяйства начинающим предпринимателям выдают льготные кредиты. Разведением мелкого рогатого скота Базарбай Жалбагаев занялся в прошлом году. Начинающий фермер получил 500 гектаров земли и на свои сбережения приобрел 50 овец и более 60 коз. В этом году он взял у государства кредит на расширение животноводческой фермы. Эти козы волгоградской породы, их разводят для получения козьего пуха. В этом году я отдаю товар по низкой цене, но надеюсь, что в следующем году буду иметь хорошую прибыль от продажи козьего пуха. В ближайшем будущем мартугский предприниматель мечтает построить еще и птицеферму. Сейчас около 100 гусей пасутся на территории его хозяйства. Для пернатых здесь соорудили небольшой пруд. В планах Базарбая увеличить поголовье дойных коз и даже заняться производством столь полезного для здоровья козьего молока. Можно и козье молоко продавать, но у меня пока нет холодильников для его хранения. А второй вес хотим увеличить до 600 и даже тысячи голов. Но вот главная проблема. Население хватает хороших пастухов и скотников. Через биржу труда к фермеру направили помощника. Для нового работника созданы все условия. Жилой вагончик оснащен солнечными батареями и ветрогенератором. Приобрели их за счет государства. На зеленую энергетику у нас перешли три крестьянских хозяйства. Еще три хозяйства подали заявки на получение такого оборудования по дорожной карте бизнеса 2020. За последние три года в Мартугском районе льготные кредиты на развитие своего бизнеса получили порядка 40 фермеров. 60% из них занимаются животноводством. Лейла Уэсова, Булат Молдогалиев из Актюбинской области.